друзья всем привет у меня накопились вопросы от вас по поводу последних моих видео про десятину про закон бумеранга про благодарность и вроде как бы все уже озвучила но вопросы все равно продолжаются на эту же тему одни и те же вопросы вот давайте я сейчас их почитаю еще раз отвечу и такие примеры значит софия здравствуй нелли про десятину я уже давно слышала а сама фонды перечисляю стабильно 10 процентов но вот клиент меня спрашивает если ей банк одобрил потребительский кредит она получила на карту 100 тысяч рублей нужно ли ей от этой суммы отправлять десятину я вот думаю что нужно а как вы считаете благодарю заранее за ответ в прошлом видео прозвучало что вы если берете кредиты у вас долги вы не отдаете десятину то есть вам не нужно даже если вы не взяли кредит у вас появились какие-то деньги но при этом вы в долгах вы еще много кому чего должны вы эту десятину не должны оплачивать никому дальше второй вопрос от софии к кому вы отправляете 10 процентов кому еще вы рекомендуете отправлять 10 процентов от каждой суммы я отправляю во многие благотворительные фонды а куда еще и кому да благодарю за ответ софия мы 10 процентов отправляем только тем кто нам помог поучаствовал в получении какой-то конкретной суммы денег если вы их заработали на работе у вас уже произведен равный энергообмен вы потратили свои знания умения время вы получили деньги вы оплачиваете государство проценты у вас считываются там налоги работодатели у вас все равно там вычитает 10 на ваша оплачена не переживайте если вам кто-то дал денег этому человеку вы не должны обратно отдавать десятину вы отдаете если например этот человек который вам подарил там сумму денег вы можете отдать десятину только тому кто помог этого человека найти вас свел но если вы сами его нашли никто в этом не поучаствовал то десятину вы можете отдать тем кто нуждается в этих деньгах например вы приходите в магазин и видите бабушек которые там еле-еле наскребают на себе на булочку хлеба почему бы ей не купить там хлеб и сверху еще купить овощи купить томаты купить виноград и яблок то есть вы можете делать добрые дела следующий вопрос на или привет предположим я получила тысячу от кого-то и хочу кому-то отдать 100 рублей я подаю попрошайки на улице поговорила с ним и он рассказал что за пару часов ему уже две-три тысячи подают и что ему это нравится работать ему лень получается я не помогла а попустительствовала его лень и я пишу да возможно есть же реально нуждающиеся люди то есть смотрите действительно кто в этом нуждается я бы не на улице бы подавала да а действительно понимает кто моем доме в подъезде например там живут бабушки дедушки наверняка знаете какие-то малоимущие соседи там дети полуголодные бегают раздетые на улице то есть вы знаете кому можно помочь вашем доме почему не помочь либо вы приходите в магазин да ну это же сразу видно кому можно подарить какой-то подарок так следующий вопрос десятину мы обычно платим не в церковь там благотворительные фонды и так далее а конкретно кому мы можем помочь если нет человека который поспособствовал вам получение денег если вам кто-то помог получить деньги например отвез вас на машине поучаствовал как-то в сделке свел вас с человеком дал какие-то возможности рекомендации там поработал с вами психологически может быть не знаю любую оцененную помощь можно оценить десятиной если вы прямо увидели до помощи человека они искренне вам помогли почему бы вам не поделиться если делиться не с кем то есть нуждающиеся люди очень много фондов например сейчас скажу готовят еду раздают и и один или два раза в неделю кормят людей которые приходят туда покушать есть такие каждом городе мне кажется места да где можно пойти поесть можно не деньгами отдать у вас по-любому есть какие-то вещи то мы то есть вот вы получили там тысячу рублей а у вас дома есть какая-то куртка хорошая которую знаете что можно отдать нуждающиеся не обязательно прямо из этой суммы отдавать у нас есть только хлама нам ненужного но который нужен другим очень часто люди там пишут на авито допустим или в чатах барахолки то что это нуждаюсь там в пылесосе у вас там есть пылесос какой-то старый уже новый купили вот почему бы тоже не поделиться то есть возьмите смотрите чем вы можете распламляться вот не обязательно деньгами но если вы прям получили конкретную сумму и вам помог человек ее получить например пошли выбивать налоги в налоговую а с вами подруга пошла там все эти юридические тонкости документы делала смотрела помогала печатала почему бы ей не помочь может быть там девочка на кассе говорит а вот давайте вот вам вот это вот сделаем вот это вот благодаря которой вы получили деньги ей почему бы не принести подарок можно деньгами можно купить ей что-то приятное в любом случае благодарность она нам нужна в любом случае нам нужно делиться вот но не надо это превращать что обязательно все надо давать тот кто вам подарил денег это его было желание подарить тот кто вам дал это его было желание ему не надо ничего отдавать вот но вы эти деньги вы можете дальше множить тем кто кому нужнее вот если вы заработали эти деньги вам не надо 10 но давать вы уже расплатили всем чем вы там могли расплатиться это и время говорили здоровье и умение вашей навыки например вы назначили сумму какую-то денег ногти пилить это тысячу рублей вам заплатили 1300 вот этих 300 там 30 рублей десятины почему бы вот на эти 30 рублей как раз и не купить булочку хлеба бабушки который стоит в очереди сверх то есть вы заработали тысячу да и она там на чай вам 300 оставила вот этих 330 можно кому-то дать во благо ну или подскажи пожалуйста торговли на бирже как быть с ней там заработок за счет того штуком у кого-то ты что-то отбираешь не вернется бумеранг за то что ты забираешь у кого-то деньги тоже вот ответ такой нет это тоже работа ваша да просто жертвуете десяти ну например например старикам как и любая другая работа мы всегда что-то приобретаем что-то отбираем берем даем берем даем нормально люди которые торгуют на бирже они собственно вручную своими желательными же туда деньги отдают ни у кого вы насильно ничего не отбираете не надо переживать по этому поводу так следующий вопрос что думаете по поводу накопления денег как правильно копить сколько откладывать я уже здесь и ответил ответ сейчас прочитаю вы можете копить деньги откладывать сколько желаете но не ущемляя себя своих желаниях где прям вот есть необходимость какая-то на что-то потратить например нужна новая обувь старая разваливается или натирает ноги даже если она новая но она натирать ноги вам некомфортно или любое другое необходимое типа вот а похожу я в этих пока но при этом мозоли у вас все время до или разваливается то есть это ущемление своих желаний нужных которые и образуют долг себе вот а вовне этот долг себе уже отражается убытком минусом поэтому мы откладываем любую сумму хоть сто процентов но если у вас появляется необходимость не ущемлять себя у вас раз разбилась кружка чая любимая до кружек больше нету ну бывает такой вот я в съемной квартире сначала тоже жила с одной кружкой там думаю чай же живу с одной кружкой прошу прощения телефон сел я пошла себе купила набор на это была необходимость потому что людей угощала там чаем со стаканчиков вот с таких маленьких мизу рачек все приходили при не хочу большую кружку чая что-то не даешь вот я пошла купила себе из отложенных денег набор посуды нужны были тапки вот я конечно загадала хочу тапки сидела себя ущемляла мне нужны были новые тапки то хожу в больших мужских для гостей купленных вот дома холодно продала все ковры до этого босиком ходила такие с большим ворсом везде ковры у меня были и в коридорах и на кухне и в комнатах вот сижу думаю нужны тапки ну хорошо я их на фиачила приехала девочка и подарила именно те о которых я мечтала которые я хотела они одеваются как носки тапки такие вот но на самом деле мне надо было по идее пойти и купить себе эти тапки такие примеры простые жизненные как еще можно объяснить о еще вопрос нашла я недавно зажала себе куртку а это был не вопрос на 35 тысяч включила внутри себя родительский контроль мол не стоит сейчас это глупо покупать куртку по итогу вышла с магазина и мне пришел долг непонятным для меня банки ровно минус 35 тысяч стоимость этой куртки вот пишу хорошо что не 35 умноженное на 10 не 350 тысяч долг обычно так вот но возможно на эти 350 тысяч убытки пошли в других сферах то есть мы себе задолжали бумеранг возвращается и десятина тоже отбирается в десятикратном размере то есть по идее есть долг должен был прилететь на 350 тысяч а не 35 вот ну у было значит и в других сферах вот еще вопрос нелли благодарю за ответ на свой вопрос я все поняла хочу уточнить если мне недостающую сумму на покупку машины заняла сестра то мне ей вернуть большую сумму на эту десятину но когда я это сказала она отмакнулась типа я тебе поэтому и заняла на чтобы ты кредит не брала в банке и проценты потом не платила почему ты мне должна эти проценты тогда отдать но какой смысл тогда мне было тебе деньги давать вот нель как быть в этой ситуации если она не берет сверх суммы пишу все ничего ей не даем покатать ее на машине можно куда-то отвезти привезти помочь с чем-то и все просто можно кому-то еще помочь подвезти например стоящих на улице замерзших людей на остановке по пути тебе дали машину но ты же не можешь ей поделиться да там кусочек от нее отрезать вот зато ты можешь сделать добрые дела тебе конечно вернется в десять раз больше у вас появилась машина но увидите вы там бурка холодно люди зяблу стоят на остановке давно автобуса нет уже за место носа красная морковка подвезите человека то есть почему нет вот ваши добрые дела вот мы должны с этим миром делиться и всегда благодарности жить ко всему так нелли привет можно мне немножко уточнить если у человека есть кредиты и он в долгах то необходимо ли ему 10 процентов с любого денежного поступления сперпа гасить на долги на этот ответ тоже я уже ответила нет не нужно когда мы в долгах мы не даем то есть мы не можем поделиться тем чем чего у нас нет опять не будем себе в кредит это брать не надо дальше нелли а если клиент дает деньги кому отдать 10 процентов если вы с этим клиентом провели работу которая обозначала определенную сумму вы получили именно эту сумму оговоренную вы здесь равноправный обмен произвели никуда вам ничего не нужно но все что сверхприбыль и оговоренной суммы там 10 процентов вы можете дать кто в этом нуждается дать тому кто вам привел этого клиента помог рассказать о вас договорился за вас то есть кто поспособствовал если таких людей нету то ищите варианты кому вы можете помочь вокруг нас очень много людей у которых нет денег даже на еду закрыть погасить какие-то там коммунальные платежи бабушкам вот у вас окружается только вот там соседки есть у которых там дети давно потеряны и они одинокие старики почему бы не погасить долги по электричеству там может быть прийти чем-то помочь даже убраться банально помощь уже вы можете вернуть эту десятину даже просто добрыми делами пойти деревья купить посадить вокруг вы сейчас зима ладно воздеть лопату и откопать дорожки и подъезды вокруг себя это тоже ваше проявление тоже десятина это тоже работа не деньгами можно добрыми делами сделать пойти откопатель вокруг во дворе вы видите там не чистят плохо чистят почему бы и не покопать этот снежок вы так же расплачиваетесь своими делами как деньгами так сейчас еще вопрос а если есть долги я не могу деньгами благодарить стараясь помогать людям знаниями могу я так помочь себе выбраться из минусов извините телефон поднимала чтобы прочитать на компьютере да конечно безусловно если мы в долгах мы деньгами не отдаем нам нельзя отдавать деньгами если у вас есть долги прям даже не старайтесь а добрыми делами как раз таки мы и отдаем добрые дела могут блин быть разные помойте подъезд идите возьмите в подъезде все коврики которые там у каждой двери и постирайте помойте там вытряхните не знаю ты любые добрые дела мир делать чище и добрее приятнее можно различными способами помощь вокруг нужно людям постоянно в разной форме включайте фантазию и помогайте так что еще очень хороший обмен энергии пишет зухран или благодарю я донат тебе отправила когда начинала читать книгу сразу пришло 2000 потом еще тысячи просто так ничего не делая для этого кстати классное упражнение в заданиях как в моменте все меняется сознание и решение половину дел уже решено это было аж 18 января на зухра после этого писала много раз и каждый раз приходят 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 еще классный отзыв и так книга про деньги 2.0 или книга совсем не про деньги но тебе об этом никто не скажет глава слова как же нравится эта глава это пожалуй отныне моя любимая глава слова вспомнились лекции по философии в институте что издау ответ профессора это слово это все что ты можешь описать испытать то есть это мир да и нет это все что ты считаешь миром но учти что мира как ты его читал по книгам нет да у есть все и она же и ничего ничего и есть все и все состоит из ничего помню я тогда как солнце выпила глотнула теплый свет другими нормальными словами не опишешь солнце выпила вообще круто ты не есть это тело и даже не ум ты спящий лежащий во сне который наблюдает себя спящего и чтобы испытать что-либо ты его можешь испытать только на контрасте как ты поймешь что видишь темноту если ты не видел свет и вот так миллионы лет ты есть чистое освещение которое наблюдает себя же сколько лет уже прошло больше 15 я каждый раз умудряюсь это забыть и снова вспоминать и тогда я снова растождествляю себя собой ничего не бороздит и все словно теплое молоко без плотности нелечка какое счастье читать и ощущать этот отзыв был о книге про деньги ой я обожаю я читать отзывы и давайте я щас почитаю по отзывам раз уж вышла благодарю вчера впервые познакомилась с тобой посмотрела несколько твоих видео трехлетней давности и книгу про деньги сегодня подписалась хочу узнать больше и вот вернули долг 43 тысячи тенге очень приятно благодарю кайф так о вопрос и отзыв сразу книга супер несколько раз приходили деньги хотя дошла только до практической главы отправляла тебе десятину деньги пришли спасибо благодарю и вот интересный момент мне нужна была сумма восемьдесят пять тысяч рублей буквально я ее записала в свою тетрадку и начала делать практическую часть причем так увлеклась что расписала все сферы своей жизни по каждой расписала действия перемены которые давно откладывала кстати давно также хотела вот так все по полочкам свой хаос разложить и получилось так что я-то думала что с каждой сферой нужно долго работать трансформировать а в записях наглядно увидела с чего начать и тогда автоматически часть других уже перекрывается как в игре логическим путем так вот в этот же вечер позвонил папа и сказал что у него списали долг на 85 тысяч рублей она писала про 85 до и такая сумма оставалась как раз за должность у приставов и карту разблокировали и написали что долг списан я сразу поняла это как раз результат моих действий только вот я не могу понять почему не мне сумма пришла или не у меня долг списался или у мужа хотя бы почему у отца с еще с таким возмущением его бюджет же вас не касается я так понимаю что долг в виде действий я себе уже отдала потому что из головы убрала лишние действия которые долго обмусоливала что надо сделать оказалось не надо и папа как почтальон показал что я на правильном пути нужно продолжать теперь делать по своему списку не сворачивать быть моменте или подскажи пожалуйста это об этом или может еще что-то ну то есть вы ответили уже на свой вопрос это юля степанова писала вы уже ответили вопрос во первых вы только это осознали да и папа как почтальон вам показал это с одной стороны дальше вам нужно делать действия то есть ваши собственные действия дадут вам ваши собственные деньги сейчас вы пока это просто ментально в голове разложили по полочкам осознали естественно откуда они придут действия же нужны пока их еще не было да они были только в голове поэтому списали у папы дальше второй момент я к нему больше склоняюсь вы уже на 85 тысяч работу свою провели то есть вы хотели деньги получить а вы получили не деньги вы получили удочку как как жить эту жизнь вы получили трансформации вы получили опыт вы получили колоссальные знания вы за там сколько времени там за день за час решили вопросы которые люди годами решают ну то есть годами накапливают опыт опять идут в этот опыт опять падают опять набивать шишки петь как и выясняют многие даже и за всю жизнь не могут свои опыты осознать понять зачем они вообще пришли в эту жизнь и что им нужно сделать осознать какие там здания получить какие мудрые вещи вытащить оттуда от всего происходящего быть все здесь вот разложили для себя то есть то информация и тут ценность которую вы получили она не стоит вот этих вот мелких 85 тысяч в этом на миллионы рублей просто это инфы получили теперь знаете куда идти как действовать как что устроено и кто вообще да и как все работает вы столько всего получили что вообще наша душа пришла сюда не за деньгами нам ничего материального не нужно то ваш ум гоняется за материальным за деньгами вы пришли сюда вообще за другим и душе материально чего не нужно вам по сути вам по сути нужно быть просто чтобы вы были счастливые чтобы вы там любили чтобы вам было комфортно чтобы вам было хорошо чтобы вы жили были вот не вот это вот все то есть вам чувства нужны жить счастливо эту жизнь вас фокус внимания постоянно вот на деньгах при вот придут эти деньги я там куплю себе что-то да и тогда меня это будет радовать вот тут еще вопросы или нет это не вопросы отзывы благодарю на или купила книгу для чего богу деньги сегодня легко и быстро пришли 12 тысяч рублей отправляя вам 10 процентов благодарю вот отправила вам получила еще 17 тысяч это софия пишет через какое-то время а за сегодня высылаю вам еще десяти ну то есть сначала ей 12 пришло ну книжка стоило 1350 ей пришло 12000 должно 13500 по идее десятина да ну где-то 1500 пришло не деньгами ну чем-то другим может там фрукты муж купил на эту сумму не знаю но она в любом случае получила она отправилась сейчас 17 и сейчас придет а еще пришло 17 она сейчас 1200 она отправила ей пришло 17 по идее 12 должно вернуться но тут на 5000 больше она отправила 1700 по идее и должно еще раз 17 прийти ну посмотрим дальше след 3 3 отзыва я пока не получал так ну или вчера пришли 5000 от моей знакомой я отдала долг два года не могла отдать такую сумму даже не ожидала уже что она отдаст девочка 5000 тенге тенге не рублей ей отдали сумму долго прикольно за захлеб прослушала книгу и понимаю как много в моей жизни было таких ситуаций где я себя предавала изменяла себе и продолжая это делать это мне предстоит уйма работы собственными шаблонами которых вагон ой и маленькая тележка а также с переосмыслением своих раздражений и бездействий нелли спасибо что вы читаете книгу сейчас профессионал записал в аудио я сама ее послушала уже два раза мне очень нравится как читает светлана давыдова моя одна фамилица прям балдею ой мужчина пишет на youtube не мой подписчик я так понимаю стал моим подписчиком новенький я скептически относился к вышесказанному ну пока эфир не прервался звонком из бухгалтерии с желанием что что-то мне компенсировать на работе благодарю нелли шаблон порвался блин я так как радуюсь вообще каждый раз так нелли дорогая моему восторгу удивление нет предела я верила но не настолько поэтому в легком в легком шоке я только начала начала читать новую книгу я даже предположить не могла откуда мне придут деньги да ровно пять тысяч от организации а не от конкретного человека люди услышите это не реклама это действительно работает наташа писала конечно я читала не просто бегла а через свое создание пропускала жизненные ситуации хочешь не хочешь а правда о себе вылазить наружу принимала я была очень довольна тем что идет такая проработка внутри меня осознание короче трансформация инфа сто процентов вот меня переполняет уже два дня эмоции буду читать дальше привет привет нелли прочитала книгу первый раз не вникая постоянно отвлекал ребенок но концу осознала что у ребенка прошел насморк и все симптомы простуды ну как так то все по волшебству насморк был очень сильный второй раз читала уже внимательно и мне пришло 44 тысячи рублей на следующий день я сама не поняла откуда и еще много вещей нужных для маленькой дочки класс буду читать много раз и главное выполнять задания послушала ваше чтение дорогая ныне пишет соболева ольга на следующий день мне подарили одежду на 80 тысяч как так то благодарю благодарю вас тоже нелли благодарю тебя за этот шедевр за знание за сознание за все что ты делаешь чтоб тебе вернулась в тысячу кратном размере да чтоб тебе в миллион подписчиков вернулась да чтоб твои книги разлетались по всему миру спасибо да чтоб ты жила кабок такой аж прям да чтоб ты жила где ты хочешь и с кем ты хочешь и как ты хочешь да чтоб люди проснулись наконец-то увидели тут еще только это с юморком и с матом да чтоб люди проснулись наконец-то увидели как легко поменять реальность пройдя у тебя обучение осторожно книга заряжена на деньги любовь и здоровье Ириночка спасибо вот так меня торкнула книга Нель Давыдовой да меня тоже торкает не по-детски ух благодарю тебя за чудесную книгу пишет Джана пока читала я прослезилась три раза эта книга не только про деньги она про все про жизнь про любовь как инструкция жизни чуешь что потерялся запутался прочитал и снова все в порядке благодарю я прочла книгу про деньги и мне стало интересно вас узнать стала слушать ваши видео и вот оно аллилуйя я не могу отзывы нормально читать прям плакать хочется моя душа давно ищет наставника учителя как хотите это назовите кого я только не прочла и Лазарева и Полиенко и идеал метод тойча все вы вы вроде да но не то душа хочет людям помогать и знания у всех их как бы наполовину принимая но что-то сомневаясь а вот ваше видео про учеников учеников прям в точку и хочу я к вам если вы конечно обучаете да есть курсы разные конечно Мария Нелли здравствуйте я прочитала вашу книгу я просто в шоке от информации я благодарю Бога за то что он дал возможность с вами познакомиться вот вопрос если я получила квартиру с помощью подруги но я ее не благодарила и жизнь у меня соответственно естественно эти десять процентов уже забрала мне теперь ее стоит благодарить или время уже ушло четыре года прошло но до меня только сейчас дошло что после покупки квартиры я очень много потеряла есть ли смысл ее благодарить или нет я уже ответила на этот вопрос Марии вот думаю сейчас вам ответить да или вы напишите в комментариях как вы думаете стоит или не стоит ее поблагодарить 4 года 4 года ушло обычно обещанного 3 года ждут надо или нет так нелли елена михайлова пишет а михайлова наверное уже поперла все крутизна вау самостоятельные клиенты пошли в салон в мою смену у меня большие заказы крутизна значит будет большая зарплата благодарю так начался движ на работе работаю в найме в торговле на проценты повалили клиенты с крупными заказами ничего не спрашивают просто заказывают и заказывают нелли благодарю наталья швидкова как только подумала что отправлю 500 рублей сразу пришел заказ на 50 тысяч вообще красота просто добрый вечер нелли я с вами хочу поделиться мне 5 тысяч пришло работает чудесно хочу 10 процентов куда отправить деньги там где вы книжку покупали в чат-боте на ту же карточку и все Людмила здравствуйте пишу впервые впервые долго думала надо или нет посмотрела видео рыдала понимала признавала и что-то пошло да так интересно была в долге на ФССП с марта и не пойми за что в блоке карты и тут смс я не отвлекаюсь смотрю видео дальше про деньги а потом в госуслуг банка смс читая и в ступоре аресты сняты со всех моих карт Людмила ну я вас просто поздравляю это круто Нелли привет знакома с тобой лично была на консультациях в гостях у тебя в митинге на некоторое время не слушала не смотрела твои эфиры знакомая прислала ссылку я вспомнила как раньше пересматривала твои эфиры и вчера слушала как ты читала со 135 страницы про книгу деньги и вот моя сумма а это я уже наверное читала в прошлых видео долг с 21 миллиона уменьшился на 5 миллионов и стало 16 я не знаю как книгу пока не дочитала куплю как придут деньги и буду рекомендовать сейчас благодарность тебе на словах на 5 миллионов долг уменьшился это вообще прям красота ну пока вы читали наверное какие-то осознали мысли потому что книга трансформационная реально ты ее читаешь там просто шаблоны все отлетают с твоей головы так хочу поделиться отзывом а дело было так у меня обогреватель приказал долго жить неделю с лишним назад и мы героически замерзали потому как купить новую средств нет и вот послушав главу из вашей книги про деньги я поймала себя на мысли что у меня это ну как бы точно не коснется это я про то что людям приходят деньги а мне вряд ли придут я же не заказывала книгу поэтому решила что эта история не про меня вот сижу кутаюсь в халат батарея от сети отключена вдруг слышу будто из нее изнутри какие-то звуки как будто она включена сижу думаю а вдруг и включая ее в сеть загорелась лампочка никаких признаков жизни она не подавала разговариваю с ней и тут случилось чудо я потрогала внизу и она начала греться а стоила она как раз пять тысяч рублей благодарю от души за то что таким образом пришли пять тысяч и они остались в семье вот с радостью бы выслала вам донат но с батареей никак не выдать поэтому пишу здесь этот волшебный отзыв и верю и знаю что позже непременно появится возможности отблагодарю а вам тепла конечно же тепла я сама тут в Турции замерзаю знаете как холодно стало резко вот несколько дней на улице и дома такой дубак вот тоже замерзаю вот мне надо чего-то тепленького а тепленького это ваши теплые отзывы вот они греют прочитала книгу на одном дыхании пишет Анна кайф через пару дней получила двенадцать восемьсот десять процентов тебе отправила еще тысячу благодарностей кстати что еще хотел сказать иногда мне прилетает хейт например там ты не ухоженная ты некрасивая там ты плохо выглядишь ты там ни кола ни двора ни денег ни квартир ничего у тебя нету людей учишь но они не знают куда они такую информацию конечно берут фантазийную вот но вечно какой-то хейт и параллельно я же все видео записываю про благодарность ребят если вы не благодарны если вы не принимаете что дает этот мир неважно как бы вы не оценивали это плохое или хорошее если вы это не принимаете не понимаете для чего вам это нужно почему вот это вот видео прилетело или почему там что-то там случилось неважно безоценочно вот если вы все это принимаете разрешаете всему быть всем быть нужными принимаете каждую с благодарностью что вот люди ручку вам делали чай выращивали чай выращивали там кружку делали кто-то вам что-то сказал кто-то решил чем-то помочь где-то кто-то записал для вас видео то вам всегда с этой благодарности умножается бумерангом ваша нужность то есть если вы оцениваете что каждый нужен каждый не просто так в вашей жизни как-то присутствует не просто так видео вам там записали вы там увидели в ленте не просто так если вы это все принимаете да то и нужность этого человека то и вы становитесь автоматически нужны а это значит к вам начинают приходить деньги клиенты к вам выстраиваются в очередь нужны ваши проявления нужна ваша помощь то есть оно вот так взаимосвязано и работает если у вас нет клиентов допустим да нету денег то задайте себе вопрос куда я делала свою благодарность в какое место я ее засунула а если вы еще и претензии какие-то кому-то то что вот человек не соответствует вашим представлением как он должен жить то есть я считаю что все должны быть опрятные ухоженные вот или неопрятные не ухоженные надо обязательно ей это сказать вот сделать чтобы она там расстроилась ну вот этот человек он просто получит минус да она сейчас будет в долгах от нее будет деньги от нее будут ну вот любое вот куда ее фокус внимания то и будет убывать то есть покритиковали кого-то у вас убыток в жизни поблагодарили у вас прибыль в жизни поэтому мне даже жалко людей которые любят всех критиковать хейтить если ваш мир не такой одинаковый с другими да и вы с этим не согласны у вас будет только убывать в этом мире все мы сегодня работали с сергеем там одним парнем на консультации шаблоны рассуждали целая куча вот и там шаблон был интересный там помощь-беспомощность например ну тут все в принципе интересные расчетливость бескорыстие мы трансформировали шаблоны то есть вы если признаете свою беспомощность это ваша сила это ваш талант что каждый для вас что-то делает что вы как беспомощные начинаете пользоваться всем что вам дают не важно нравится вам это или не нравится вы благодарны то есть вы тогда признаете помощь и нужность каждого этим самым благодаря своей беспомощности вы даете людям жить вы даете им проявляться даете возможность вам помочь соответственно вам приход большой всего происходит но стоит вам сказать нет ты не так делаешь ты неправильно делаешь ты не то делаешь вам перестают делать отдавать соответственно у вас нет к вам не придет по цепочке все что вы хотите то есть ваше желание не сбываются только по одним причинам только по одним нет благодарности у вас а есть наоборот критика то есть у вас не просто прихода нет у вас еще и уход то же самое с последним вопросом женщина пишет я книгу прочитала так так сейчас я вот прочитаю ее вопрос нелли книга про деньги очень нравится слушала в разных вариантах первую главу и сто тридцать пятую страницу где про кредиты и долги где остальные восемь глав подскажите а не то читаю подсказываю купить надо в чат-боте ладно вопрос то ли наблюдение деньги ни разу еще то ли вопрос то ли наблюдение деньги еще ни разу мне не пришли ни в каком размере я оплатила все свои рассрочки а мне пока ничего не прилетело то есть сидит такая в ожидании у меня вообще затык с деньгами они от меня всегда уходят а вот приходить как-то не хотят кроме положенной пенсии работала смак на эту тему причину так и не поняла только увидела что они деньги от меня сбегают и работа та на которую бы я пошла тоже не идет ко мне нелли подскажи в чем затык где накосячила марина марина вот для вас как раз дошли первое вспоминаете что вы не принимаете кого вы критикуете суп не такой борщ не такой яблоко слишком кислое чай слишком крепкий давайте вспоминайте всю вашу критику которую вы постоянно там транслируете да и где ваша благодарность насколько вы благодарны этому миру и еще вспоминаете а что вы лично дали этому миру какие добрые дела вы каждый день делаете какой энергией вы обмениваете ну то есть что вы даете где вы даете как вы даете если вы ничего не делаете ну энергообмена не будет и денег у вас тоже не будет откуда у вас будут деньги нужен энергообмен постоянные какие добрые дела вы делаете до чтобы вам это множить и она возвращалась если вы просто живете как потребитель ничего не придет какой вы какой вывод еще можно сделать налила полную кружку горячего чая ручки погреть попить так и не попила какие можно добрые дела делать меня даже что-то прямо у самой сейчас тупор вы на пенсии что можно делать давайте придумывать следующем видео что можно давать людям как проявляться что делать но это не только там на улице мусор пособирать во первых убрать критику включить благодарность но вот это не благодарю благодарю каждого ходить говорить не не надо обязательно вообще тратить энергию на эти слова а вот поступки и принятие внутри всего все что нам не нравится надо научиться принимать для этого шаблон трансформировать все что нам не нравится это для чего-то нам нужно находите всему применение потому что все что нам не нравится это автоматически отрицание и неблагодарность получается даже когда нас критикуют нам надо принять это но не идти исправляться потому что мы не доллар всем нравится мы не можем да один говорит сделай нос другой стигови там сделать темный цвет волос кто-то светлый ты же не можешь одновременно всем угодить и угождайте не надо вот но посмотреть я принимаю твою критику и где я должна критику использовать теперь что я должна критиковать да с пользой то есть все что нам дают это не дословно имеется ввиду принимать а обнаруживать в себе такой талант и с пользой это использовать например меня покритиковали и что я должна сделать я должна осознать что такое критика и похвала что похвала это то же самое что и критика а критика это может быть и похвалой похвалой и критику использовать с пользой критику использовать с пользой прямо чтобы это приносило пользу себе и миру вот и ищем где мы ее будем использовать как точку роста какую-то так 47 минут что-то нифига я долго накалякала вам давайте еще следующий буду эфир записывать про козерогов наконец-то